Сегодня сразу в нескольких регионах России отмечается праздник, День Волги. О празднике, о Волге, о всем интересном, что связано с Великой Русской рекой, мы поговорим с нашими сегодняшними гостями. Кинорежиссером, писателем, журналистом-экологом Юрием Масловым и филологом Анастасией Масловой. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте. Анастасия, знаю, что вы были автором нескольких книг про Волгу. Расскажите, пожалуйста, поподробно. Совершенно верно. Первая книга о Волге называется «Волга. Река городов». Она вышла уже шесть лет назад. Вышла в издательстве Александра Рутмана Ярославка. И ее успех послужил поводом пригласить нас с супругом уже в библиотеку ярославской семьи. Это книжная серия, которая известна зрителям нашего канала. Без темы рек мы, конечно, не могли в этой серии обойтись. Объясняется это чем? Что в Ярославле, наверное, такое большое количество рек. В чем интерес ваш к этой теме? В Ярославской области огромное количество рек. Немногие знают, что почти пять тысяч. Ух ты! Ну, больше четырех, по крайней мере. Почти пять тысяч. Ну, из них, конечно, наиболее важны для города Волга и Которосль. Опять же, немногие знают такой секрет. Которосль в свое время была для развития Ярославля важнее, чем Волга. Волга все-таки слишком крупная река. Когда не было мостов, то Ярославль предпочитал развиваться вдоль по берегу Которосли. А Волга все-таки слишком крупная и мощная для того, чтобы интенсивно осваивать ее и чтобы плавать. Ну, то есть все-таки объясняется развитие Ярославля тем, что Ярославль стоит на такой артерии? Ну, да, конечно. Именно пересечение нескольких артерий, да, железнодорожная, потом давнишняя трасса из Москвы, идущая на север. Колмогород. Да, и Волга, это вот три таких торных пути, да, и как раз они здесь все пересекаются, именно поэтому Ярославль здесь и развивался. Ну, все мы знаем, что Ярославль основан именно в этом удобном месте на стрелке двух рек. Ну, медвежий вот этот угол. Ну, основан-то он был и по другой немножко причине, поскольку Волга в те времена была чужой рекой. Это была река, где проходил путь из варяг в арабы, аналог пути из варяг в греки. Там шастали викинги сверху, снизу набегали булгары и там прочие восточные люди. Вот, и чтобы они не могли с Волги зайти в Которость и не могли дойти до Ростова, который был тогдашней столицей этого края всего, поставили вот крепостцу Ярославля. И только потом, когда вот уже изменились реалии, когда нужны были именно перевалочные пункты на вот этих путях, о которых уже говорилось, Ярославль стал резко обгонять Ростов, потому что Ростов оказался немножко в стороне. Не удел, уже большее значение имели уже перевозки, наверное, да, какие-то транспортные потоки, а тут, конечно, Волга предоставляет более широкие возможности. Давайте не будем углубляться далеко в историю, давайте поговорим о дне сегодняшнем. Что с Волгой происходит сейчас? Все мы видим это обмеление, какое значение она имеет для Ярославля, для вообще, что с Волгой происходит? Обмеление – это вещь такая циклическая, то есть бывают годы с высокой водой, да, мы просто по зимам знаем, да, бывает, ну, снежные зимы бывают, малоснежные, да, и, кстати, допустим, в девятнадцатом, в первой половине двадцатого века, там тоже это было, и это было, проявления были серьезнее. Ведь Волга в Межень, то есть вот в середине лета, ну, очень значительно мелела. Но не переходили же ее в брод? Переходили в брод. Зафиксированные такие, серьезно. Да, был брод прямо напротив Ярославля, по грудь, по крайней мере, можно было перейти. Огромное количество мелей и перекатов было, которые и при полной-то воде ощутимо мешали судоходству, можно было нарваться. Это и лоцманы хорошо знали, где эти перекаты, хотя, кстати, перекаты могут еще и блуждать. Вот, а в Межень-то просто был перерыв в навигации, потому что пройти было невозможно. Либо дотаскивали, ну, доходили до очередного переката, перегружали на другое судно, которое стояло по другой стороне переката. И даже в этих местах были деревеньки, которые специализировались именно на вот этих погрузочных... Ну, я понимаю, то есть это как вот, я, например, хожу на сплавы, да, то есть это уже в обнос называется, да, идут, потому что плыть негде там. Вообще, Волга довольно коварная была река из-за этих мелей, которые мешали судоходству, из-за постоянных обвалов, когда берег обрушался. В том числе известны тоже случаи, когда и с постройками, и города страдали именно из-за этого. Ну, обвалы-то усилились именно в последнее время, вот уже во второй половине 20-го века, после строительства водохранилищ. Ведь я постоянно напоминаю, что Волга сейчас, это не та река, которая была там в 19-го, в начале 20-го века. Волга – это огромный каскад водохранилищ, которые начинаются намного выше Ярославля и... От Горьковского еще? Нет, выше, Иваншевская там, да. Горьковская – это у нас расположено. Вот, и такой вот ступеньками идут практически до низовьев. Вот, и именно вот это, вот строительство каскадов очень сильно изменило реку. И если, допустим, раньше человек тоже влиял на Волгу, да, промышленность в 19-м веке стала резко развиваться, причем у нас стала сразу развиваться нефтехимическая промышленность. И вот, допустим, известный такой завод, нефтеперерабатывающий под Тутаевым, Константиновский завод имени Менделеева. И я видел еще, застал такое время, когда существовал деревянный жёлоб времен Дмитрия Ивановича Менделеева. Ух ты! По этому жёлобу отходы нефтепроизводства утекали в Волгу. То есть считалось, что, ну, Волга всё скушает, да, и туда можно. Чуть позже, уже в советское время, когда был построен сажевый завод, старая площадка была в районе Нового моста через Волгу. Баржи подходили к берегу. Разгружались там, да? И разгружались. Там были пруды-накопители на берегу. Причем без укрепленного дна. Туда переливали, так называемые, зелёные масла, тяжёлые фракции нефтепродуктов. Ну, сверху их брали, снизу они оседали. Ну, вот, вышесказанное, конечно, самое большое влияние оказала всё-таки промышленность, да, на какие-то вот развития промышленности. Промышленность, я повторяю, 19-й, первая половина 20-го века, потому что во второй половине уже стали, ну, как-то контролировать. Сброс просто так уже ты не сбросишь. Наверное, если брать сбросы, то чаще всего коммунальные сбросы. Ведь у многих посёлочков, которые расположены по Волге, по Котрасли, нет никаких очистных сооружений. Вот я, например, очень рад, что сейчас, по крайней мере, да, такое внимание уделяется экологической ситуации. И хочется вот вас на прощание, да, потому что время подходит к концу, спросить, всё-таки угрожает что-то Волге сейчас? Или как бы всё нормально, можем быть за неё спокойны в её день, в её праздник? Не лучшие, но и не худшие времена для Волги. Все процессы, связанные с водохранилищами, как-то стабилизировались. Загрязнение. Волга долгое время, значительно долгое время, последнее, именуется как умеренно загрязнённая река. Ну, друзья, жаль, что время кончается. Можно разговаривать про историю и про состояние нашей великой матушки Волги очень долго. Спасибо, что приоткрыли нам, по крайней мере, маленькую щёлочку в историю. Больше познакомимся с книгами. А у нас сегодня в гостях был кинорежиссёр, писатель Юрий Маслов и филолог Анастасия Маслова. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!